11 ноября во всем мире начинается распродажа. У алтайских мясников продажа заканчивается. На заседании противоэпизотической комиссии для крестьян звучит фактический приговор. Фермеры больше не смогут продавать домашнее мясо, если оно забито в подворьях, а не на сертифицированной бойне. Ветеринарная служба края просто не будет выдавать им сопроводительные документы, как это было раньше. Угроза возникновения африканской чумы свиней на территории алтайского края наивысшая на сегодняшний день. Потому что все факторы для возникновения данного заболевания у нас с вами имеются. Мне бы не хотелось здесь вместе с вами собираться и обсуждать вопросы, каким образом мы будем ликвидировать заболевание. Ни в коем случае, потому что это будет гораздо сложнее и ударит по карману не только региону, но и каждого жителя, кто имеет сегодня домашних животных у себя в подворье. Это решение откладывалось несколько лет. Возможная вспышка африканской чумы – лишь один из аргументов, почему так называемое нелегальное домашнее мясо должно исчезнуть с прилавков. Дальше разговора о послаблении идти не может по причине следующих моментов. В первую очередь связано с присвоением в 2022 году Всемирной организации здравоохранения животных на Алтайскому краю статуса территории благополучной по Ящеву. Если не будет введен запрет на забой скота вне боинских, то значит мы этот статус не получаем. Это лишит края возможности вывозить мясо в другие регионы и поставит крест на экспорте. На сегодня в регионе насчитывается около 150 боин. Половина из них работает с частниками. Только бойни есть далеко не в каждом районе. А значит теперь это расходы на логистику, на сам забой. На этой карте обозначены как раз желтым цветом у нас те муниципальные районы, в которых в принципе отсутствуют боинские пункты. Красным выделены два района, где боинские пункты есть, но они работают только исключительно на свинокомплексы. И поэтому с личным подсобным хозяйством там убой в принципе невозможен. У нас в пределах 483 тысяч личных подсобных хозяйств. Но это специфика региона аграрного, где 44% населения. И в общем это достаточно серьезный шаг, да, то есть и с точки зрения продовольственной, так скажем, безопасности, потому что эта продукция все равно частично поставляется нам с вами, горожанам. Вполне возможно, нам нужно накладывать моратории, да, и в том числе пока не будет создана инфраструктура. А ведь для тысячи людей это основной источник дохода. Юрий Фридц ранее в интервью нам уже сказал, что новые правила – жирный гвоздь в крышку гроба малого предпринимательства. Эксперты ждут роста цен на мясо на 15-20%. Этот тренд, он нацелен на поддержку и, наверное, в моем понимании, пролоббирован крупными торговыми сетями, мясопереработчиками, крупными холдингами. То, что мясо будет дорожать, наверное, уже однозначно можно об этом сказать. Это не радует как предпринимателей, так, наверное, и потребителей, покупателей наших граждан. Но такова действительность, то есть вот эти ограничения, вводимые, они всегда приводят к росту издержек, как следствие, к росту цены. Прогнозируете, насколько поднимется цена на мясо после вашего решения в Крайне? Я не думаю, что цены на мясо вырастут. Цена меняется постоянно, и я еще не видел последние годы, чтобы цена становилась ниже. Станет ли от этого лучше покупателям, фермерам – вопрос, на который, наверное, не нужен ответ. Сами мясники, кстати, не исключают, что сейчас мясо начнут продавать в Ватсапе, одноклассниках, какие-нибудь туши с трехинеллой. Вот тогда уже точно исчезнет какой-либо ветеринарный контроль. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский. День с толком.